Самые прекрасные моменты дедушка с внучкой А можно, если хотите, водички туда подлить Там у нас шум на улице Кто-то ассенизатора вызвал Мы, кстати, тоже недавно вызывали ассенизатора У нас, получается, ассенизатор стоит полторы тысячи И мы два раза в месяц вызываем То есть три тысячи, три-четыре тысячи, бывает две тысячи стоят Платим только за канализацию Ну, в основном у нас канализация это стирка Из-за стирки мы очень много стираем Потому что мы очень много мажемся Ой, Даша не рассыпает только песочек Купила вчера в Перекрестке сало Вы представляете, сало в Перекрестке по 260 рублей за килограмм Вот такое вот красивое С прорезью Его сейчас хочу засолить И мясо взяла Мясо стоит 319 рублей Вообще, как мы приехали в Россию, я была удивлена, что сало стоит в два раза дороже обычно, чем мясо Но в Перекрестке я нашла Я прям обрадовалась, жалею, что взяла только один кусочек Нужно будет потом побольше взять Мы обожаем сало Вот, и вот мясо сейчас хочу стушить с грибочками Лучком, морковочкой Вот такой вот у нас будет обед У нас еще гречка есть отваренная, пюрешка есть Так что, вот, не хватает только мяса И сейчас, пока все обжаривается, засолю сало Вот такие вот красивые кусочки Я его сначала пересыпаю солью, прям побольше соли Оно где-то сутки у меня стоит в холодильнике Поставлю в эту кастрюльку И потом убираю соль И посыпаю специями И еще сутки у меня оно в специях хранится в холодильнике После этого кладу в морозилку Получается обалдеть, как вкусно Сало я засолила Поставлю в холодильник на сутки Сейчас у меня 12 часов Завтра в 12 Ну, буду пересыпать еще соль Вот, все, поставлю в холодильник Вилочку Даше очень нравится собирать вот эти кубики Как вот у нас в детстве была игрушка Вот кубики вот такие вот деревянные Она прям очень долго может в них играть Ей прям очень нравится О, все, сейчас стала так складывать Она уже сама собирает Ну, вот Даша, собери лошадку Лошадку собери Что так хорошо получается? В общем, я подошла, она уже долго игралась И на камеру она не собирается вам ничего показывать Да? Я думаю, каждый мечтает работать удаленно Из любой точки мира И проводить больше времени с семьей Да и чтобы на себя времени тоже было больше Чтобы можно было зайти в любой магазин И купить все, что захочешь И сейчас в наше время это более чем реально Такую возможность сейчас предоставляет Telegram Это прибыльное направление для заработка В котором каждый новичок без опыта Может освоить интернет-профессию И начать зарабатывать Тем более, что конкуренция на платформе Пока минимальна Онлайн-школа Артема Мазура Предлагает трехдневный курс по заработку Пошаговый план заработка От 100 тысяч рублей в Telegram с нуля И, кстати, для всех, кто посмотрел это видео Курс будет бесплатным И записаться на него вы можете по ссылке в описании Обучение идет от практика Который сам ведет канал в Telegram и зарабатывает Начав его, вы ничего не теряете Зато можете попробовать новую профессию Которая может изменить вашу жизнь к лучшему На онлайн-курсе вы сможете узнать всю внутрянку Про заработок в Telegram С кем работать, сколько зарабатывать, какие перспективы На практике увидеть, что конкретно нужно делать Для того, чтобы зарабатывать на ведении и продвижении каналов в Telegram И на реальных примерах увидеть, как с нуля получить заказчиков И начать зарабатывать в Telegram А самое главное, понять, подойдет ли вам такой формат заработка Как я уже сказала, все, кто просмотрит это видео Смогут пройти курс совершенно бесплатно Для этого нужно перейти по ссылке в описании и записаться Успевайте, пока это бесплатно Старт обучения уже завтра Сделайте шаг к изменению своей жизни уже сейчас Дерзайте! Я пока работала, дедушка сидел с Дашенькой Дашенька, покажись Какая ты красивая Ручки Я выхожу, Даша такая выбегает Вот! Показывает мне Зеленым цветом, я так понимаю, да? А ты видела себя в зеркало? Да Иди посмотри на себя в зеркало Ну как? Пойдем умываться Да я помою ее У нас сегодня было козлиное ополчение Все мне сожрали Тут у меня должны были ирисы цвести Вот один только оставили Успели Я успела спасти Вот пообкусывали все цветочки мне Вот здесь вот у меня должны были Я не помню Ночные цветочки Они ночью, рано утром зацветают И вечером Тоже все сожрали вон Они вот должны были зацвести И они у меня теперь цвести не будут Здесь все потоптали Хосты сожрали Ну и сейчас самое прикольное Сейчас покажу Вот роза должна была зацвести Вот начинает цвести Вот Обголодали Где достали Еще и забор поцарапали Пипец короче Я злая А и вот еще сожрали Жесть Мы сейчас ездили в Озон Я заказала Дашеньке вот такой вот пистолет Потому что Леша постоянно дует пузыри И у него Ну Даша меня просит надуть пузыри А я говорю Я не умею Я могу сознание потерять Так столько их дуть В общем он заряжается Здесь вот такая баночка Сейчас Леша разбирается И это в общем на батарейках он Из него вылетает много пузырей Но сейчас все увидите Ники тоже интересно А еще Даша не хочу показывать Она сегодня будет купаться О, вот так вот это будет выглядеть Вот Вот А еще Даша заказала Вот такую книжечку для купания Тут получается Мокрыми руками Рисуешь по ней И цвета Ну да Только сто взяли И цвета проявляются Но это я Дашеньке дам Когда она будет купаться Вот например белая Она будет пальчиком водить И она будет тоже синяя И бабочка тоже будет цветная Ну а бывай сама Давай попробуй Да грязная Что насчет козлов я зла Они повели себя как козлы Ну правда мне обидно У меня должна была там такая красота Выходишь со двора и вот Я говорю еще раз придут У них там маленькие козлята Говорю я козленка заберу Пусть мне деньги Возвращаются цветы Которые я потратила Даша я ее умыла И Леша сразу приехал Я говорю давай поедем С Дашенькой в Озон Что тапочки ей померить Она как джокер у нас С зелеными волосами Ты сначала ее Снимай А я буду так снимать Чтоб ты показывал Да у нее уже лицо офигешь Даша хватит кривляться Смотри Смотри Даша смотри Даша смотри Ой да Аккуратненько Ну дай мне что ли Я купила дай мне поиграть Такие мелкие А ну да Давай попробуешь ты Бери Аккуратненько Помоги ей Я сниму Вот так держи Вот так Вот тут нажимай пальчиком Вот так Поняла Где надо нажимать Вот пальчиком Вот сюда Вот так Ух ты Даша Теперь сама Будет надувать Какая красота Все Леш Теперь выдыхай Тебя не надо будет надувать Ну да Разочек упадет и все Давай мама тебе Давай мам Это Да Лицо не надо ей Ай, да, мне в детстве тоже такое понравилось. Ой, аккуратненько, Даша. Сейчас, подожди. А вот планеты какие-то, да? Даша, ты среди планет. А так они лопаются? Подожди, перестань дуть звук. Снимется, не знаю, не знаю. Ай, Микушка смешная такая. Слушай, так классно. Ну и сколько израсходовалось? Ну, одна десятая уже. Надо купить жидкость в этом, в фикс-прайсе. Теперь она нам нужна. Вон. Действительно. Фикс-прайсе. Фикс-прайсе. Фикс-прайс. 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 Вау! Вот оно беленькое, должно быть желтеньким. Вот так вот. Какая интересная книжечка. Папа хотел уехать уже в это воскресенье. Попросила его остаться. Решили сделать оградку на кладбище. Это что, твоя болгарка? Нет. А у Лёши две болгарки? Нет. Он крутой. Лёш, ты что, крутой? А? У тебя две болгарки? Папа, тебе рукавицы дать? Нет. Это что за труба? Лёша, блин, а не жалко такую трубу туда? А я думал, что за такая труба тяжёлая? Пап, ты посмотри. Ого. Офигеть. Шмак. Блин. Такой металл жалко, конечно. А остальные тоньше? Конечно. Я в шоке, товарищи. Да, прикольненько. Я переживала, что ёлочка здесь не прижилась, но её нужно будет потом отсюда пересаживать, потому что здесь она не сможет, наверное, расти. Ну вот, она прижилась. Новые почечки открылись. А вот эта ёлочка, что-то от коника. А не, вроде будут почечки. Их, наверное, просто попозже будут. Ну да, труба хорошая. Ну да, такая труба хорошая, да, в хозяйстве может пригодится. Лёша пилит, папа чистит. У нас уже вечер, мужиков зазывают домой, завтра доделают. А на ужин у нас сегодня тефтельки с гречкой. Точно, у нас же сало уже готово. Так, друзья, у нас сегодня выходной. Я наконец-то смонтировала видео с дня рождения. И как папа вообще приехал, наконец-то сейчас опубликую. Пока осталось 48 минут. Господи, оно так быстро публикуется. Я, в общем, пока оно будет загружаться, я хочу сейчас сходить в магазин. Тут же влог про день рождения. Я вмонтирую и поняла, что у меня день рождения был классный, много цветов, но не было тортика. Ну, я подумала, столько продуктов я накупила, зачем ещё тортик, мы и так объедимся. Даже Лёша предлагал от себя тортик мне купить. Но я как-то поскромничала, сказала, зачем, не надо. А сейчас думаю, а что я отказалась. В общем, сейчас мы пойдём за тортиком. Смотри, какой я тортик купила. Ну, посмотри. Интересно. У меня руки грязные. Ничего не видно. Где тортик? Я на самом низу. Ничего не видно, где тортик? А, мы передумали. А мы пока тут ходили. Лёша тут полы помыл. Ну, со шланги всё вымыл. Чистенько теперь. Короче, вот так вот выглядит мой тортик. Какой тортик? Это есть шашлик-машлик конфиганцев. Я сейчас его порежу на кусочки. Тут вот прям вот такими шматками. О, вот такими вот огромными. В общем, не получается у меня в этом году на день рождения тортик. Ну, и бог с ним. Не особо-то, знаете ли, и хотелось. Я его сейчас порежу. Нанизаю нашим порой. Мы уже давно хотели шашлык, кстати. Я сразу пришла, порезала. На более маленькие кусочки нанизала уже всё. У нас уже поздняя клубника вовсю светёт. Ой, Даша, ну, ты решила понюхать? Да. Это будет клубничка. Ягодки-вкусняшки. Да, вон сколько. Тут у меня укропчик. Можно камушки убрать. Это я камушком и пометила, что у меня там укроп. Так. А здесь ранняя. Ну, это ремонтантная клубника. Наконец-то стала завязываться. Вот свисают уже ягодки. Ну, не такая уж она и ранняя. Но зато она будет всё лето и осенью. Но я думала, она раньше, кстати, будет. Сранее у нас было. Да? Может потому, что первый год кто его знает? Ну да. Это было бы. На солнце? В конце мая. А то у нас восков не знаю. Ну да. Отчего ты так не весел? Что ты голову повесил? Шашлычок уже готов. Ну, а ты ещё нет. Не готов. Ай, такая вкуснотища. Вкусняшечка. Вот такой вот тортик. Неплохой. Так, друзья, привет. У нас уже сегодня следующий день. Сегодня у нас папа жарил опять драники. Я не сняла. Цветочки стоят. Нужно будет сегодня водичку поменять. Я вчера не меняла. Так хорошо стоят. Дашульчик сейчас... Даша сейчас с дедушкой пойдёт гулять во двор. В общем, я сейчас всех припрягла. О господи. Нет, ну столик сюда поставить. Ну как в прошлый раз мы были. Блин, соседи музыку врубили. Дашулечка уже по летнему. Всё. Ёлочка у нас такая красивая. Сюда, пап, ставь. Ну давай я поставлю. Ну кого бы вода? Ну отлично. А это-то будет здесь. Ну вот всё, пусть здесь ребёнок. Даша здесь играет, как будто вылить. Ну вот в ведро она будет выливать ещё. Вот здесь Саня поиграется. Сейчас я вам зонтик принесу. Дедушка с внучкой будет играть. Фух. Ну да. А Лёша с Максом будут наведут тут порядок. И машину сюда поставят. Вот. И у нас место освободится там. Всех оставила на улице. А сама закроюсь дома и буду кайфовать. Мне нужно немножко поработать. И хочу у Даши в комнате навести полный порядок. Потому что у неё вот эту кроватку нужно выдвигать. Вот этот коврик хочу выбить полностью. Тут всё повыдвигать, поубирать. Там получается за кроваткой куча игрушек. Это Даша спала. Шторы закрыты. Надо будет открыть. В общем дел тоже полно. И я подумала, что надо не только мне одно ими заниматься. В общем всех напрягла по полной. А сама буду спать. Ха-ха-ха. В общем сверху. Лево перекрытие. Там был тоже, наверное, на самом деле очень симпатичный. Пой-пой. так на что друзья решила я воспользоваться моментом и сделать небольшую перестановку в общем кроватку поставила вот так вот сейчас посмотрим коврик я думаю здесь вместе со что под кровать его засуну пока ну говорят что детям полезно делать перестановку но не знаю насколько это полезно ну конечно здесь идет поезд я думаю ничего страшного я думаю так даже будет более интересно играть вот так вот пока будет потом если чё захочу я потом обратно поставлю ну по-моему прикольно я надеюсь дашеньке понравится дашенька оценит комнату удлинили кстати сюда можно будет кресло поставить а можно его и сюда ставить комнатка коротышка ок ну что друзья было все прекрасно пока не поставили столик тоже не туда не сюда комнатка маленькая особо не развернешься ну пока будем так не знаю кресло сюда принесу или нет в принципе я могу дашу укладывать мы можем вместе с ней лежать в кроватке ну пока вот выглядит вот так сейчас игрушки с максом не пришел помогает сейчас игрушки переберем сюда какие-то сложим до ящик можно еще положить и можно в принципе дашеньке здесь играть кресло наверно в зале оставлю буду укладывать спать в кроватке будем вместе с ней лежать вот ну вот так вот решила поэкспериментировать потом так пока поспит потом на место все поставлю вот так смотрится комнатка так ну что на практике оказалось не все так просто я думала легко взял так коп и завернул сюда оказывается не так-то и легко это сделать машинка такая сладкая в этом костюмчике дашуль смотри сюда покажи какие кучеряшки красивые в этой шляпке этому фикс прайсе взяли такая шляпка хорошая мася за кем-то охотиться там у нас тут уютненько во дворе ой бабайка ку-ку все ой максимка следит за дашей вот примерно но она равновесие потеряла ничего страшного даша ну все теперь у нас там трава вырастет я хочу туда песочницу маленькую чтобы можно было еще машину там ставить не знаю посмотрим потому что вот эту скоро песочницу я выберу отсюда песок и здесь будет бассейн хотя у нас есть надувной бассейн наверно будет проще там ставить надувной бассейн что порядок навела баллы вымыла подобно новые игрушки старые убрала новые игрушки достала даша обожает вот эти игрушки то и самые любимые вот но и мягких достала пока будет достаточно там тоже немножко вот так ребенок вот где-то месяц она эти игрушки не видела последний раз она игралась когда мы в лазаревском были вот этими именно так что ребенок будет счастлив все сейчас летние вещи достану даша а то они у нас лежат в отдельном формате даша счастлива но пока так будет потом переменим я подумала что кресло сейчас она книжки не читаемые перед сном он уже бум в кроватке ложится давно больше собачки ну да игрушки игру месяц она не видела даже пойдем руки мыть друзья только что сходили на рынок вообще цвету хотел купить цветов цветов вообще нету нашла петунь и вообще петунь и не хотела покупать думала на куплю ампельные пока вернулась их уже купили цветов в этом году вообще нет вот я купила вот такие вот цветочки домика отстань вот вот такой взяла цветок он шапкой красивой растет кашпо вот такой вот кашпо дофига вот и перец взяла вот такие вот цветы я купила перец посажу между среди это среди клубники но пока я ходила по рынку искала цветы и лёша тут остался один дома папа со мной пошел вот я пришла а тут вот чё мужа оставила одного я его на раз следующий раз с собой возьму что-то пошло не так лёша с пеной остался дома пока я искала цветы муж без меня устроил дома пенную вечеринку звонит мне говорит таня может ты это с дашей чуть погуляешь а то тут надо чтобы это короче вам надо погулять что стоит такой да я уберу потом хорошо пиончик расцвел ранний я их в этом году заблаговременно подвязала чтобы они на землю не падали бутон это графики красивый цветочек он шапочкой такой берется я его сейчас в кашпо пересажу он дома потом растет мне понравился даша приодела что у нас ветерочек сегодня прохладный а папа сейчас картошку мы купили хочет картошки почистить сделать драников с этими он картошку разбрасывают хочет сделать драники с грибочками я цветочки посадил много чего пересаживала что давно хотела пересадить илью сняла сейчас новая поставлю стираться ой уже постиралась поставлю суши повешу сушиться а тут папа у нас хозяйничает готовится коронное блюдо драники теперь уже с грибочками на сделал вот такую огромную миску потому что вчера сделал там у нас оставалось немножко картошки и сделал мы это чисто знаете как только аппетит разыгрался да пробы сняли а сейчас объедимся по полной это называется папа психанул в общем мы наедимся так наедимся ну да папа заботливый еще посуду за собой мой мы приехали сейчас в магазин в дашеньке купить сандальки и платьишки и мне подарок на день рождения ешь подарил купил мы выбирали вместе поэтому раньше не получилось купить поэтому мы сейчас приехали даже купили дашеньке новые сандальки а то у нас уже лето началось она в кроссовках входит даже один шляпку покажи на камеру купили даже в коре такую шляпку классную моя ты сладко давай помогу вот здесь мы купили вот эту шляпку и такая прям хорошенькая и платьишко купили даже милая давайте помогу все вот так вот молодец такая хорошенькая красотка хотим еще зайти в детский мир посмотреть нам платье в горе джинс почему-то наташу не было платье нашли пойдем он такая хорошенькая в этой шляпки я попозже покажу что мне лишь подарил на день рождения упала шляпка тебе надо резиночку подтянуть там звезда там такие красивые шляпки продавались мы сразу решили надо брать платьишки у даши все на нее маленькие вот это уже коротковатая все едем домой купили кучу купили платье даши купили сандальки игрушечки он до шульки купили покажи даже что вы тебе купили кораблик и лёша мне купил подарочек но я вам его дома покажу я рад и довольна едем домой так друзья мы приехали домой сейчас покажу что мы купили смотрите какая красота это мы купили в карри платьишко беленькая такое красиво мне кстати в детстве было точно такое же мне мама шила его прям только не сердечками а в горошек белая в горошек прямо с такими же рукавами поэтому я когда его увидела я даже не задумываясь сразу взяла и вот такое вот это мы взяли в детском мире платьишко тоже такое как раз на лето самый кайф главное что плечики закрыты чем дашенька будет модничать вот такую шляпку взяли но я вам уже показывал она такая классная вообще там такие шляпки классные в каре она стоила эта шляпка 800 или 700 рублей но у меня там скидка была на день рождения поэтому я затарилась и вот такие вот сандальки дашь не взяли вот такие обычные сандали на лето будет бегать и вот еще в детском мире взяли вот такой вот пароход этот кораблик у макса кстати по такого был в бассейне сейчас будет плавать вот будет играться и вот такие пузыри у нас же теперь есть генератор мыльных пузырей значит нам нужно побольше вот такой вот стоил по-моему 250 рублей а в детском мире взяла ну и теперь давайте я вам похвастаюсь что мне на день рождения подарил лёша вот такую красоту вот смотрите плохо видно блин ё-моё смотрите я себе хотела именно такое колье вот у меня обычная цепочка я кстати удивлена они у меня сочетаются я буду их носить вместе потому что цепочка и мне вот когда знаете кулончик мне так захотелось что было вот таким колье вот что-то такое что держится на ну как статично и не будет двигаться как обычный кулончик в общем смотрите как красиво мне прям очень нравится в общем-то несчастливо а